Это старец, который по легенде охраняет Волжские горы. Именно так его представляет Алла Хайрова. Она уже 20 лет создает куклы из ткани и других подручных средств. Самая любимая техника – плетение из лыка, обработанные липы. Теплые чувства именно к этой технике, рассказывает рукодельница, привила бабушка, когда Алла гостила у нее на каникулах. В деревне не было игрушек, время шло медленно, но бабушка спасла ситуацию. Своё творчество женщина посвящает именно ей и своим теплым детским воспоминаниям. «Бабушка меня взяла, за руку посадила на скамью. И вот что у печки у ней стояло, вот такая большая кисть, она её взяла и на моих глазах, как сказал, не плачалька, сейчас я тебе сделаю куклу. Вот это вот всё во мне сохранилось, и настолько вот я с теплом и с любовью отношусь вот к этим все, это образ, как моей бабушке, всё равно присутствует вот именно здесь». В коллекции мастера детские куколки и обереги. Этот, например, кукла-талисман, которая помогает женщинам успевать везде и на работе, и хозяйство вести. Над такой мастерица трудилась три дня. Галина Бардукова куклами занялась случайно. Всю жизнь проработала учителем, вышла на пенсию и отправилась в круиз. Там попала на мастер-класс по плетению кукол. Это её так увлекло, что в последние два года она ни дня прожить не может без творчества. «Каждая кукла несёт такое тепло рук мастера, что просто хочется творить, созидать и наслаждаться этим». Здесь тот самый момент, когда от крестьянки до барыни рукой подать. На выставке авторских кукол мастера со всей области представили более трёхсот работ. Выставка проработает до начала весны.